Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Сегодня хочу рассказать, что делать с цветоносом после того, как орхидейка отцвела и цветочков уже нет. Есть два мнения обрезать, не обрезать. Я вам выскажу, как я поступаю со своими орхидеями. Но смотрите, вот у меня орхидейка мелодия, вот у нее цветонос, и орхидея сама стала желтить и отсушивать вот этот цветонос. И я подозреваю, что со временем он сам отсохнет, и я его потом обрежу. Почему я его сейчас трогать не буду? Потому что орхидея, когда желтит вот так цветонос, сушит его, то она тянет из него полезные вещества, которые в нем есть. И поэтому я с радостью его оставляю, пусть орхидея, скажем так, питается им. Если же орхидея не сушит вот так цветонос, потому что на самом деле у меня такое бывает очень редко, чтобы орхидейка сама сушила цветонос. Обычно вот орхидея отцветает, после чего цветы отпадают, обрезаю до следующей почки живой, и вот стоят вот такие, ну, как некоторые говорят, палки, на самом деле это цветоносы. Так вот, обрезать или не обрезать, на самом деле решать только вам, что вы хотите от этой орхидеи. Я чаще всего обрезаю, у меня на канале даже есть отдельное видео, где я показываю, как правильно обрезать вот этот цветонос. Но можно и оставить, и тогда орхидейка на этом же цветоносе будет повторно цвести, либо даже может нарастить детку. Но, опять же, по моим наблюдениям, повторное цветение чаще всего оно более куцое, оно не такое пышное, как первое, поэтому именно с этой целью я все-таки чаще обрезаю цветоносы. Ну, и орхидейка, которая хочет цвести, сама даст новый цветонос и будет цвести более пышно, нежели повторное цветение. Но, опять же, это при моих условиях и у меня так получается. Я видела прекрасные примеры, когда повторное цветение было очень пышным, хорошим. Поэтому наблюдайте за своими условиями, как у вас орхидеи себя ведут и непосредственно орхидею, которой вы хотите срезать цветонос. Попробуйте не срезать, посмотрите на повторное цветение, и тогда уже в следующий раз вы будете точно знать, срезать или не срезать. Вот я на этой точно знаю орхидейки, надо срезать. Повторное цветение у меня как-то один раз было, по-моему, даже один цветочек или два, три, то есть вообще никакое. Поэтому я срезаю. Ну, и вот здесь, ну, конечно, это маленькая орхидейка, она рейнемашечка, у нее сейчас только два цветочка, три, да, три цветочка у нее сейчас здесь. Здесь, конечно же, я и срежу цветонос, но какое повторное цветение на вот этом тоненьком цветоносе, где и так было при первом цветении три цветочка. Поэтому в этом случае, конечно же, я срезать буду. В общем-то, в случае, когда вы не срезаете, все понятно, ждем повторного цветения, либо получения детки на этом цветоносе. Что делать, если вы срезали? Мои постоянные подписчики знают, что я у орхидеи вот эти вот срезанные цветоносы не выбрасываю. А я из них пытаюсь получить деток, поэтому у меня вот часто на солнечном подоконнике в углу стоят вот такие бутылки с уже обрезанными цветоносами. Ну, и вот, например, видите, вот там на цветоносе, вот с той стороны, вот с той стороны, попробуем отсюда показать, растет детка. А вот этот цветонос я совсем недавно обработала, но уже вижу, смотрите, там уже есть такая вот зеленая набухшая почка, с которой также что-то вырастет. Таким образом я поступаю с уже отсвевшими цветоносами. Меня кто-то спрашивал или писал в комментариях, я не помню, это уже очень долго, зачем вы это делаете. Ребят, мне это интересно, мне это очень нравится, мне нравится проводить эксперименты с орхидеями. И, кроме того, мне в последнее время многие дают свои цветоносы от своих орхидеек, уже зная мою любовь к проращиванию деток. И поэтому таким образом у меня могут появиться новые орхидейки. В прошлом году я свой опыт показывала, в этом году проанализировав, я сделала немножко по-другому. Ну, опять же, буду проращивать, получать деток на этих цветоносах. Хочу вам сказать, чтобы на цветоносе, который вы не обрезали, в принципе, как и на цветоносе, который вы обрезали, выросла, например, детка, а не было цветения, нужны особые условия. Это высокая влажность, высокая температура 23-26 градусов и яркий рассеянный свет на протяжении 12-14 часов. Такие условия орхидейка воспринимает, как сезон дождей, и поэтому дает тогда детку, а не повторное цветение. Кроме того, можно простимулировать получение деток, как на цветоносе, который вы оставите на самой орхидейке, так и в таком вот случае. Для этого придется использовать гормональную пасту. Вот такая есть цитокининовая паста. Да, сразу говорю, что она гормональная. И в своем видео про цитокининовую пасту я рассказывала, в каком случае ее не стоит применять на орхидеях, чтобы не покупать материнское растение. Но если у вас здоровое растение, вы определились, что можно использовать вот эту гормональную пасту на орхидейках. Сейчас покажу, как она там выглядит, а то она у меня в упаковочке. То тогда почку мы обрабатываем вот такой пастой, буквально немножко, не буду показывать в этом уже видео, потому что таких видео у меня много на канале, ссылочки я вам оставлю обязательно в описании под видео. Мы обрабатываем вот этой вот пастой почку. Ну вот, например, смотрите, если я сейчас обрежу вот этот цветоносик до следующей почки, то я его обрежу вот здесь вот сверху, видите? И вот эта почка, она здоровая. В таком случае я бы ее немножечко приоткрыла вот эту чешуйку зубочисткой, капельку туда вот этой цитокининовой пасты. И вполне возможно, что вот здесь бы у меня в скором времени появилась детка. Но опять же, как я вам говорила, нужна высокая температура, высокая влажность и свет 12-14 часов, яркий рассеянный свет. И вот тогда можно здесь получить детку. На срезанном цветоносе, в принципе, получается детка точно так же. Все то же самое, видите, бутылка закрыта, конденсат, потому что высокая влажность здесь у нас. Она у меня стоит, вот эта бутылочка и эта, они стоят на южном окошке в уголку, поэтому света им достаточно, влажности достаточно, температура высокая, так как подоконник теплый, над батареей, и еще они стоят на свету. То есть условия получения одинаковые, но единственное, вот этой детке, конечно, повезло бы больше, потому что она бы получала полезные свойства, и она бы питалась от материнского растения, от самой вот этой вот орхидеюшки. Этим же, конечно, повезло бы намного меньше, потому что им питаться неткуда, только вот в силы самого вот этого цветоноса. Конечно, в таком случае лучше оставить и получить детку на орхидейке. Ну, как я вам говорила, иногда мы берем у кого-то вот эти цветоносы, иногда реанимашки, на которых приходится срезать цветонос. Кстати, вот этот цветонос у меня с реанимашки пришлось срезать, поэтому он здесь стоит. Ну, и в таком случае хотя бы таким образом попробовать получить детку. Это вот именно, если интересно получение деток. Но также, если кому-то не хочется особо, скажем так, экспериментировать, можно просто срезать и выбросить этот цветонос. Это, наверное, самое простое, что можно сделать. Можно ждать, или вот как я сейчас буду ждать, она просто, я думаю, отсушит. Даже если не отсушит, конкретно в этом случае я вот этот вот цветонос буду там обрезать обязательно. Ну, и как я вам говорила уже, когда я обрезаю цветонос, я оставляю совсем-совсем маленький пенечек, чтобы... Ну, а вот, кстати, вот был когда-то обрезан цветонос. Видите, какой-то маленький-малюсенький пенечек. Я обрезаю максимально близко, насколько могу подойти вот этими вот ножничками туда, к орхидейке, чтобы не торчали потом длинные, большие, сухие пеньки. Ну, и у этой орхидейке аналогичным образом, когда она цветет, здесь очень хорошо, видите, вот обрежется этот цветонос. Задавайте свои вопросы, если у кого-то еще остались. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!